Беседа в собрании, бывшем через несколько времени в Древней Церкви на написании Деяния апостольских и о том, что добродетельная жизнь полезнее знамений и чудес, и чем отличается деятельность от знамений. После долгого времени опять мы возвратились к нашей Матери, к этой вожделенной и любезной для всех Церкви, к Матери нашей всех и Церквей. Подлинно она мать не только потому, что старше других по времени, но и потому, что основана руками апостольскими. Був часто разрушаема за имя Христовы, она опять была восстановляема силой Христовой, потому что не апостольские только руки основали ее, но и изречение владыки апостолов оградило ее новым и необыкновенным способом ограждения. Не дерева и камни он сложил, чтобы построить ее ограду, не проводил рва извне, не вколачивал свай и не воздвигал башен, чтобы обезопасить ее, но изрек только два простых слова, и этого достаточно было для нее вместо стены, башни, рва и всякого укрепления. Какие же это слова, в которых заключается такая сила? «На всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее» – Матфея 16,18. Вот стена, вот ограда, вот укрепление, вот пристань и прибежище. Несокрушимость этой стены ты можешь видеть из следующего. Христос не сказал, что только нападение людей не одолеет ее, но и самое зло ухищрение ада, врата ада, говорит, не одолеет ее. Не сказал – не будут нападать на нее, но не одолеют ее. Будут нападать, но не победят ее. А что значит врата ада? Может быть, это выражение не ясно. Рассмотрим, что такое ворота города, и тогда узнаем, что такое врата ада. Воротами города называется вход в город. Следовательно, и врата ада есть опасность, ведущая в ад. Таким образом, смысл слов его следующий – «Хотя бы устремились и нападали такие опасности, которые в состоянии увлечь нас в самый ад, церковь останется непоколебимой». Он мог не допустить, чтобы церковь испытывала бедствие. Почему же допустил? Потому что гораздо важнее допустить искушения и сделать, чтобы от них не происходило никакого зла, нежели не допускать их. Поэтому он допустил все искушения, чтобы сделать ее опытнейшую. Так как от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность Риминам 5.3. А чтобы больше показать свою силу, он исторгает ее из самых врат смерти. Для того он и допустил быть бурей, но не допустил, чтобы утопала ладья. Так и кормчим. Мы удивляемся мы не тогда, когда он спасает ладью, плывя с попутным ветром, или когда ветер дует против кормы корабля. Но тогда, когда море бушует, волны ярятся, буря свирепствует. А он, противопоставив стремлению ветров свое искусство, избавляет корабль от этой бури. Так сделал и Христос. Пустив церковь носиться по вселенной, как корабль по морю, он не уничтожил волнение, но избавил ее среди волнения. Не утишил море, но обезопасил корабль. Тогда, как везде восставали народы, подобно яростным волнам, и злые духи нападали на нее, как буйные ветры, и со всех сторон поднималась буря, он доставлял церкви великую тишину. И что поистине удивительно, не только буря не потопила корабля, но еще корабль укротил бурю. Непрестанные гонения не только не потопили церкви, но сами сокрушились от церкви. Как? Каким образом? И от чего? От того изречения, в котором сказано «Врата ада не одолеет ее». Сколько усилий употребляли язычники, чтобы упразднить это слово, чтобы сделать бессильным это изречение, и не могли уничтожить его, потому что это изречение Божие. Как на башню, построенную из адамантовых камней и твердо связанную железом, нападая со всех сторон, враги не могут ни пошатнуть здание, ни разрушить его связи, но удаляются, нисколько не повредив башни и не причинив никакого зла, только истощив собственные силы. Так точно и на это изречение, как бы на высокую башню, крепко сооруженную среди вселенной. Со всех сторон нападали язычники, но только обнаружили его крепость, а сами, истощив силы свои, умерли. Каких в самом деле злоумышлений не делали они против этого изречения? Выходили войска, поднималось оружие, вооружались цари, волновались народы, восставали города, раздражались судьи, придумывали всякого рода казни. Не опущен ни один вид наказания, и огонь, и железо, и зубы зверей, и низвержение со скал, и потопление, и пучина, и дерево, и крест, и печь. И все, какие когда-либо видны мучения, были употреблены в дело. Невыразимое множество угроз, неисчислимые обещания почестей, чтобы первых устрашить, а последними ослабить и обольстить. Не опущен был ни один вид обольщения и насилия. Отцы предавали детей, и дети отказывались от отцов. Матери забывали о болезни и деторождении, и нарушались законы природы. Но основания церкви и тогда не поколебались, и хотя война поднимаема была со стороны самых близких, однако не коснулась ее стен, то тому же изречению врата ада не одолеют ее. Не смотри, что это слова, но они слова Божии. Словом Бог утвердил небо, и словом основал землю на водах. Устроив так, что вещество твердое и тяжелое держится на легком и жидком, и море, неудержимое из ярости и поднимающееся такими волнами, словом оградил он со всех сторон слабой стеною, песком. Итак, чему ты удивляешься, если тот, кто словом утвердил небо, основал землю и положил в предел морю, тем же словом оградил церковь, которая драгоценнее неба и земли и моря. Но когда здание столь непоколебимо, стена столь неразрушима, то посмотрим, как апостолы полагали основание, сколько глубокий выкапывали ров, чтобы здание было непоколебимо. Они не выкапывали в глубину, в таком труде они не имели нужды. Почему? Потому что нашли прежнее, древнее основание, положенное пророками. Как человек, намереваясь построить большой дом, нашедший старое основание, крепкое и непоколебимое, не разбирает этого основания, не трогает камней, настаив его неподвижным, на нем и воздвигает новое и позднейшее здание. Так и апостолы, намереваясь создать это великое здание, основанное по всей вселенной церковь, не выкапывали в глубину, а нашедшие древнее основание, положенное пророками, не разбирали его, не трогали их здание и учение, но оставив его неподвижным, на нем воздвигли свое учение, эту новую веру церкви. А чтобы ты убедился, что они не трогали древнего основания, но на нем созидали, послушай самого премудрого строителя Павла, который в точности объясняет нам это строение, потому что он есть премудрый строитель. Я, как премудрый строитель, говорит, он положил основание, 1 Коринфянам 3.10. Посмотрим же, как полагал он основание. На другом, говорит он, древнем основании, положенном пророками. Откуда это видно? Потому что вы уже не чужие, но сограждане святым, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, Ефесянам 2.19. Видишь ли основание? И основание, одно от пророков, а другое от апостолов, положенное сверху. И то удивительно, что апостолы пришли не тотчас после пророков, но спустя много времени. Почему? Потому что так поступают отличнейшие из строителей. Когда они положат основание, то не тотчас воздвигают на нем здание, чтобы неотвердевшее и недавно построенное основание не оказалось неспособным вынести тяжесть стен. Поэтому они дают много времени камням окрепнуть. И уже тогда, когда увидят, что камни хорошо скрепились, воздвигают на них и тяжелые стены. Так сделал и Христос. Он дал основание пророческому окрепнуть в душах слушателей. И учение их утвердите. И когда увидел, что здание непоколебимое и священное учение внедрено так, что может выдержать новое любомудрие, тогда послал апостолов воздвигнуть стены церкви на основании пророков. Поэтому апостол не сказал «построенные на основании пророков», но «созданные», «построенные сверху» тонкость в греческом языке. Посмотрим же, как они были созданы. Но откуда мы узнаем это? Откуда как не из книги «Деяния», о которой мы и в предыдущие дни беседовали с вами. Кажется, тогда остался за нами небольшой долг, который нужно уплатить вам сегодня. Какой этот долг? Мы должны истолковать самое написание книги, потому что оно не просто и не ясно, как думают многие, но требует истолкования. Какое же надписание книги? «Деяние апостолов». Не кажется ли оно ясным? Не кажется ли известным, очевидным для всех? Но если вы вникнете в эти слова, то увидите, какая глубина в этом надписании. Почему писатель не сказал «чудеса апостолов», почему не написал «знамения апостолов» или «силы и чудотворения апостолов», но «деяния апостолов». Ни одно и то же «деяние и знамения», ни одно и то же «деяние чудеса», ни одно и то же «деяние чудотворения и силы», но великая разница между теми и другими. Деяние есть дело собственного усердия, а чудо есть дар божественной благодати. Видишь ли, какое различие между деянием и чудом. Деяние есть плод человеческих трудов, а чудо есть знак божественного дарования. Деяние берет свое начало от нашего произволения, а чудо имеет своим источником благодать Божию. Последнее от горней помощи, а первое от дольнего расположения. Деяние слагается из того и другого, из нашего усердия, из божественной благодати. А чудо проявляет одну только высшую благодать, нисколько не имея нужды в наших трудах. Деяние состоит в том, чтобы быть кротким, целомудренным, умеренным, обузывать гнев, побеждать похоть, подавать милости, являть человеколюбие, упражняться во всякой добродетели. Это деяние, труд, усилия наши. А чудо состоит в том, чтобы прогонять бесов, отверзать очи слепым, очищать тела прокаженных, укреплять расслабленные члены, воскрешать мертвых и совершать другие подобные чудотворения. И видишь ли, какое различие между деяниями и чудесами, деятельностью и знамениями, нашим усердием и Божией благодатью. Хочешь ли, я покажу тебе и другое различие? Ради вас я сегодня предлагаю это слово, чтобы вы узнали, что такое чудо и знамения. Чудо больше и страшнее, и оно превосходит наше естество. А деяние и образ жизни, хотя меньше знамений, но полезнее и плодотворнее. Потому что воздаяние бывает за труды и награды за усердие. И чтобы тебе убедиться, что деяние плодотворнее и полезнее знамения, вспомни, что добрая деятельность и без знамений возводила совершавших ее на небо, а чудеса и знамения без доброй жизни не могли довести даже до преддверия к нему. А как это? Я покажу. А вы же замечаете, как деяние имеет преимущество при раздаянии наград, как знамения сами по себе не спасают тех, которые совершают их, а деяние само по себе без всего другого доставляет спасение совершающим его. Многие скажут мне, говорит Христос в день тот, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Это знамения и чудо. Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И многие знамения совершили. Видишь ли, во всем этом знамения и чудеса? Посмотрим же, что говорит Бог. Так как здесь одни только чудеса и никаких добрых дел, то отойдите, говорит он от меня, не знаю вас, делатели беззакония. Матфея 7, 22. Но если ты не знаешь их, то как знаешь, что они делали беззаконие? Так сказал он, добытый знал, что слова «не знаю вас» означают не незнание, но отчуждение и отвращение. «Не знаю вас». За что же, скажи мне, не Твоим ли именем бесов изгоняли? Зато, говорит он, я отчуждаюсь и отвращаюсь от вас, что вы при дарованиях не делались высшими, что вы, получив такую честь, остались при том же нечести. Отойдите от меня, не знаю вас. Что же, неужели в древности недостойные получали дарования и развратные по жизни совершали знамения и удостаивались божественных даров, не заботясь о добродетельной жизни? Получали по человеколюбии Божию, а не по собственному достоинству. Тогда нужно было, чтобы учение благочестия посеяно было везде, потому что было начало и первые опыты веры. Как превосходный земледелец прилагает великое попечение о ново-насажденном дереве, которое недавно посадил он в недра земли и которое еще нежно, окапывая его со всех сторон, ограждая и камнями, и тернием, чтобы оно не было вырвано ветрами или испорчено животными, или не потерпело вреда от чего-нибудь другого. А когда увидишь, что оно и укрепилось, и поднялось в высоту, то отнимает ограды, потому что само дерево уже в состоянии защитить себя от всякого подобного вреда. Так было и с верою. Когда она была ново-насажденную, когда она была нежную, когда она еще недавно насаждена была в душах людей, то со всех сторон окружена была великими попечениями. А когда она укрепилась, укоренилась и поднялась в высоту, когда наполнила всю вселенную, тогда наконец Христос отнял ограды и уничтожил подпорки. Поэтому вначале недостойным были подаваемы дарования, потому что в древности для веры нужна была эта помощь. Теперь же и достойным они не даются, потому что силы веры уже не имеют нужды в такой помощи. А дабы тебе убедиться, что и те не ложа, но действительно совершали знамения, и что дарования были подаваемы недостойным людям, для того, чтобы кроме вышесказанного достигалась и другая цель, чтобы они, усыдившись дара Божия, оставили свое нечестие. Вспомни об Иуде, одном из двенадцати апостолов. Все признают, что он совершал знамения, изгонял бесов, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, и однако он лишился Царства Небесного. Знамения не могли спасти его, потому что он был разбойник, вор и предатель Господа. Это доказывает, что знамения без доброго поведения, без жизни чистой и строгой не могут спасти, а что добрая жизнь, не получающая утешения от знамений, и без их помощи сама по себе может с зерновением вводить людей в Царство Небесное. О том послушай самого Христа, который говорит, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от создания мира». За что? За то, что они воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов? Нет. А за что? Чтобы видели меня, говорит он, алчущим и напитали, жаждущим и напоили, нагим, и одели меня странником и приняли. Никаких чудес, а все добрые дела. Таким образом, как там одни только чудеса и тотчас наказание, потому что чудеса были без добрых дел, так здесь одни только дела и никаких чудес и тотчас спасения, потому что добрые дела сами по себе могут спасти тех, которые имеют их. Вот почему этот блаженный, доблестный и дивный Лукан отписал в свою книгу «Деяния апостолов», а не чудеса апостолов, хотя они совершали чудеса. «Чудеса были в свое время и прошли, а деяния во всякое время должны оказывать все, желающие спастись». А так как мы должны соревновать не знамением, но деянием апостолов, то он так и написал в свою книгу. Чтобы ты не сказал, или лучше, чтобы не сказали ленивые, когда мы убеждаем их подражать апостолам, и говорим «Подражай Петру, соревнуй Павлу, будь подобным Иоанну, последуй Иакову», чтобы они не сказали «Мы не можем, мы не в состоянии, потому что апостолы воскрешали мертвых, очищали прокаженных». Апостол, обузовая бесстыдное наше оправдание, говорит «Умолкни, не возражай, не чудеса, а добрая жизнь вводит в Царство Небесное». Итак, подражай жизни апостолов, и ты будешь иметь нисколько не меньше апостолов. Не знамение сделали их апостолами, но чистая жизнь. А что это составляет отличие апостольства и признак учеников Христовых? Послушай, как сам Христос указывает на этот признак. Он, начертывая образ учеников своих, и показывает, что составляет отличительный признак апостольства, сказал «Потому узнают все, что вы мои ученики». А чего? Почему? Из того лишь, чтобы творить чудеса, воскрешать мертвых? Нет, говорит. А из чего? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13, 35. Любовь же относится не к чудесам, а к деятельности, потому что любовь есть исполнение закона. Видишь ли признак учеников Христовых? Видишь ли отличие апостольства? Видишь ли образец? Видишь ли начертание? Не ищи за ничего более. Сам владыка изрек, что любовь отличает учеников его. Итак, если ты имеешь любовь, то ты стал апостолом и даже первым из апостолов. 68. Хочешь ли узнать тоже из других мест? Христос, беседуя с Петром, сказал, «Петр, любишь ли меня более, нежели они?» А для получения Царства Небесного ничто не может сравниться с тем, как если мы окажемся любящими Христа так, как должно любить Его. Потом он показал и признак, какой же именно. При каких делах мы можем любить Христа больше апостолов? Мертвых ли воскрешая или совершая другие какие-либо чудеса? Нет. Но что совершая? Послушаем самого предмета любви Христа. «Если ты, — говорит он, — любишь меня более хих, спаси овец моих». Вот и здесь одобряется деятельность, потому что заботиться о других, сострадать, предстательствовать, не искать своего, но всего того, что должен иметь пастырь, все это относится к деятельности, а не к чудесам и не к знамениям. Но апостол скажет, за чудеса сделали с такими. Нет, не за чудеса, а за жизнь. И ею особенно они просияли. Поэтому Христос и говорил им, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они не чудеса видели, но видели добрые ваши дела и прославили Отца вашего небесного». Видишь ли, как везде блистает деятельность, одобряется жизнь добродетельная. Хочешь ли, я покажу тебе, что и сам Петр, этот верховный из апостолов, который явил высочайший образ жизни и творил чудеса, превышающие естество человеческое, если сравнить то и другое, чудеса и жизнь его, удостоился чести более за жизнь, чем за знамения. Выслушай следующее событие. Петр и Иоанн шли в храм на молитву в час девятый. Не читай без внимания этого повествования, но остановись тотчас на самом вступлении в него и заметь, какая была между ними любовь, согласие, единодушие, какое во всем имели они общение между собою, и как они соединены были союзом божественной дружбы во всех делах, и в трапезии, и в молитве, и в хождении, и во всем прочем, являлись вместе друг с другом. Если же эти столпы, твердыни, имевшие великое дерзновение перед Богом, нуждались во взаимной помощи и совершали все при взаимном содействии, то не гораздо ли более мы, слабые, бедные и ничтожные, имеем нужду во взаимной помощи? Брат помогает брату, как город крепкий. Еще, вот что есть добро, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Были только Петр и Ян, но они имели Иисуса посреди себя. Где двое или трое собраны во имя Мое, сказал Он, там и я посреди их. Видишь ли, как важно быть вместе. Но они не просто были вместе, и мы теперь все вместе, но должно быть вместе посредством союза любви, по расположению воли, и как тела наши теперь находятся близ друг к другу и соединяются в одном месте, так должны соединяться и сердца. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Но завеса разодралась, святое святых опустело, поклонение на одном месте прекращено. Павел говорит, на всяком месте, чтобы воздевали мужей чистые руки. До чего же они идут в храм, на молитву? Не возвратились ли они опять к иудейской немощи? Да не будет. Но они снисходят к немощнейшим, исполняя изречения Павла, в котором говорит, «Ли иудеев был как иудей». Они снисходят к слабым, чтобы те не оставались слабыми. А с другой стороны, там собирался весь город. Как искусные рыболои ставят свои сети в тех заливах рек, в которых собирается вся рыба, чтобы легче получить добычу. Так точно и апостолы, эти духовные рыбаки, спешили к тому заливу, где собирался весь город, чтобы там раскинуть сеть Евангелия, и легче получить добычу. Так поступали они, подражая учителю, потому что Христос говорит, «И все дни пребывали в храме». Для чего в храме? Чтобы обратить к себе находящихся в церкви. Так апостолы пошли как бы на молитву, а намеревались сеять там учения. Шли в храм на молитву, час девятый. И час этот был издан имени напрасно. Я часто говорил вам, что в этот час отверст рай, и разбойник вошел в него, что в этот час уничтожено проклятие, принятена жертва за вселенную, рассеян мрак, воссеял свет и чувственный духовный. Час девятый. Когда другие спят глубоким сном после обеда и опьянения, тогда они трезвые и бодрые, пламенея великой ревностью, спешили на молитву. Если же они имели нужду в молитве, в молитве столь напряженной, в молитве столь усердной, они, которые имели такое дерзновение пред Богом, то что будем делать мы, страждущие бесчисленным множеством ран и не прилагающие к ним врачиства молитвы? Великое оружие молитва! Хочешь ли узнать, сколь великое оружие молитва? Апостолы оставляли попеченье обедных, для того, чтобы иметь более времени для упражнения в молитвах. Поставим, говорит, мужей изведанных! Семь! А мы же пребудем в молитве и служении и в слове! Семьдесят! Но, как я сказал, не будем уклоняться от предмета. Именно что Петр и показал деятельность, и творил чудеса, и более заслужил похвалу за дела, он вошел во святилище помолиться. И вот там хромой от чрева матери своей, которого приносили к дверям храма. От самого рождения состав его был поврежден, и болезнь была выше врачебного искусства, чтобы тем более открылась благодать Божия. И так этот хромой лежал при дверях храма. И, увидев входящих апостолов, обратился к ним, желая получить от них милостыню. Что же Петр? Посмотрел на него, говорит он. Посмотри на нас! Достаточно взгляда, чтобы удостовериться в бедности. Не нужно ни слов, ни доказательств, ни ответа, ни объяснения. Одежду уже показывает тебе неимущего. Вот это всецело дело апостольства. Говорить бедному так, чтобы не от бедности только избавить его, но и внушить ему. Ты увидишь большее богатство. Серебра, говорит, и золото нет у меня. Что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Видишь ли бедность и богатство? Бедность в деньгах и богатство в даровании. Он не избавил от нищеты в деньгах, но исправил нищету естества. Посмотри на кротость Петра. Посмотри на нас! Он не стал укорять, не стал порицать, так, как делаем мы с приступающими к нам, упрекая их в лености. Разве это заповедано тебе, человек? Бог повелел тебе не упрекать в лености и помогать бедности. Не сделал тебя обличителем нечестия, а поставил врачом нечестия. Не для того, чтобы ты порицал беспечность, но чтобы подавал руку лежащему. Не для того, чтобы ты осуждал образ жизни, но чтобы утолял голод. А мы поступаем напротив. Не думая утешить приступающих к нам подаянием денег, мы еще расстравляем раны их, осыпая их укоризнами. Но апостол даже извиняется перед бедным и говорит кротко, по словам Писания, «Преклони, говорит, ухо твое к нищему и отвечай ему мирно, в кротости». Сирахов 4.8 «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи». Здесь два обстоятельства. Образ жизни и чудо. Образ жизни в словах. «Серебра и золота нет у меня, потому что к жизни относятся. Не ставить ни в что земные предметы, отвергнуть имущество, презреть настоящую суетность, а чудо восставить хромово, исцелить поврежденные члены». Итак, вот и образ жизни и чуда. Посмотрим же, за что Пётру достаиваются похвалы. Что говорил он? То ли, что он творил чудеса? Хотя и тогда он уже творил чудеса, однако не говорил этого. А что? «Вот мы оставили всё и пошли за тобою». Видишь ли, жизнь и чудо, но жизнь, получающая венец. Что отвечал Христос? Он одобрил и похвалил это. «Истинно говорю вам», сказал он, «что вы, оставившие домы свои и прочее, не сказал вы, воскрешавшие мёртвые, но оставившие имущество своё, сядете на двенадцати престолов, и всякий, кто откажется от всего имущества своего, удостоится этой чести». «Ты не можешь восставить хромово, как Пётр, но ты можешь сказать подобно ему, золота и серебра нет у меня. Если скажешь это, то станешь близко к Петру, или лучше, если не скажешь, но сделаешь это. Ты не можешь уврачевать сухую руку, но ты можешь свою руку, которая от бесчеловечия сделалась сухою, заставить протянуться из человеколюбия. «Не будь», — говорит Писание, «чтобы рука твоя была простёрта на принятие и сагбенное на отдание», — Сирахов 4.35. «Видишь ли, что не сухость, а бесчеловечие сгибает руку, выпрямь же её человеколюбием и милостынею? Ты не можешь изгнать беса, но ты изгони грех, и получишь большую награду. Видишь ли, как всегда жизнь и добрые дела получают большую похвалу и большее воздаяние, нежели чудеса? Если хочешь, мы докажем это тебе и другим образом. Пришли к нему, — говорит Евангелист, 70 учеников, и, радуясь, говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоём!» И говорит им, «Не радуйтесь, что духи повинуются вам!» «Радуйтесь же, что имена ваши написаны на небесах!» Лука 10.17. «Видишь ли, как всегда жизнь удостаивается похвалы!» 72. Повторим теперь вышесказанное. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою!» Вот в жизни, а не в чудесах, указан признак учеников Христовых. «Пётр, любишь ли меня более, нежели они?» «Паси овец моих!» Вот и другой признак, который также относится к жизни. Третий признак. «Не радуйтесь, что духи вам повинуются!» «Радуйтесь же, что имена ваши написаны на небесах!» Это опять дело жизни! «Хочешь ли знать и четвёртое доказательство на это?» «Тогда светит свет ваш предыдьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного!» Вот и здесь являются дела. Та же, когда он говорит, «Всякий, кто оставит дом или братьев, или сестёр, меня ради!» «Во сто раз примет и в жизни вечное наследие получит!» «То хвалит деятельность и строгую жизнь!» Видишь, как ученики Христова познаются из того, что любят друг друга. Любящий Христа больше апостолов отличается тем, что пасёт братью. Имеющим радоваться, повелевается радоваться не о том, что они изгоняют бесов, но что они написаны на небе. Прославляющими Бога оказываются сияющие делами и получающие жизнь. И стократное воздаяние получает этот дар за отвержение всего настоящего. Подражая всем им и ты, тогда можешь и сделать учеником Христовым и быть причисленным к друзьям Божиим и прославлять Бога и получить вечную жизнь. И нисколько не будет для тебя препятствием в получении всех благ то, что ты не творишь знамений, если ведёшь строгую жизнь. И сам Пётр получил это имя не за чудеса и знамения, но за ревность и искреннюю любовь. Не за то, что воскрешал мёртвых или исцелял хромого. Он назван так, но за то, что показал искреннюю веру с исповеданием. Он наследовал это имя. Ты, Пётр, и на семь камней создам церковь мою. За что? Не за то, что он творил все деса, но за то, что сказал «Ты Христос, Сын Бога Живого». Видишь, что и самое название Петра получено начало не от чудес, а от пламенной ревности. Но когда я упомянул о Пётре, то мне пришёл на память и другой Пётр, общий наш отец-учитель, то есть епископ-антиохийский флавиан, который, сделавшись преемником добродетели того Петра, наследовал и кафедру его. Одно из преимуществ нашего города то, что вначале он имел учителем своим верховного из апостолов. Подлинно надлежало, чтобы город, прежде всей вселенной, украсившийся именем христиан, имел пастырем своим первого из апостолов. Но получив этого учителя, мы не удержали его до конца, а передали царствующему Риму. Или лучше и мы удержали его до конца, потому что, хотя мы не имеем тело Петрова, но имеем веру Петрову, как бы Петра. Имея веру Петрова, мы имеем самого Петра. Таким образом, и взирая на подражающего Петру, мы, по-видимому, взираем на самого Петра. И Христос ведь назвал Иоанна Ильёй не потому, чтобы Иоанн был действительно Ильёю, но потому, что он пришёл в духе и силе Ильи. Поэтому, как Иоанн назван Ильёй, потому что пришёл в духе и силе Ильи, так и этот, потому что пришёл с исповеданием и верой Петра. По справедливости может быть удостоен и такого названия. Сродство по жизни производит общение и в названиях. Будем же все молиться, чтобы он достиг и старости Петровой, потому что апостол и окончил жизнь старости. Когда сказал Господь, состаришься, то припаяшут тебя и поведут, куда не хочешь. Будем же и спрашивать и Ему долголетней жизни, потому что продолжающаяся старость его делает ещё более цветущую нашу духовную юность, которая досохранится навсегда цветущую молитвами и этого, и того Петра. Благодатью же и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.